Освоение других планет с давних времен являлось заветной мечтой человечества. На заре космической эры люди, полные энтузиазма, были уверены, что в 21 веке ближайшие планеты Солнечной системы будут освоены. Однако реальность оказалась немного сложнее, и до сих пор нога человека не ступала на поверхность ни одного небесного тела, кроме Земли и Луны. Многие считают, что пилотируемые полеты нерентабельны, другие сомневаются в их необходимости. Однако шанс посетить иные миры все еще есть. И он ближе, чем может показаться на первый взгляд. Космо. Первый космический. В настоящее время американская компания SpaceX является одним из флагманов освоения космоса. Эта частная коммерческая организация была основана Илоном Маском в 2002 году. Спустя шесть лет после основания, после долгих исследований и череды неудачных экспериментов, ракета-носитель Falcon 1, созданный инженерами SpaceX, впервые была удачно запущена на околоземную орбиту. Тем самым доказав, что освоение космоса не обязательно должно быть исключительной привилегией государства. За 12 лет, прошедших с первого успеха компании, SpaceX произвела более сотни успешных запусков, а также доставила на МКС и вернула на Землю десятки тонн полезного груза. Кроме того, с 2020 года пилотируемый космический аппарат многоразового использования Crew Dragon совершил уже два успешных полёта к Международной космической станции с астронавтами на борту. Бесспорно, развитие компании SpaceX идёт семимильными шагами. Можно долго спорить о причинах столь оглушительного успеха, но это бессмысленное и неблагодарное занятие. Лучше обратим взгляд в будущее и посмотрим свидетелями, каких фантастических достижений мы можем стать уже в ближайшие десятилетия. В настоящее время SpaceX работает над тремя главными направлениями, связанными с освоением космоса. В первую очередь, это международный проект пилотируемого полёта к Луне под названием Артемида, проводимый совместно с НАСА, Европейским космическим агентством, Канадой, Японией и рядом других стран. Также ведётся работа над сетью глобального высокоскоростного спутникового интернета Starlink, а в перспективе планируется пилотируемая миссия к Марсу. Программа по освоению спутника Земли Артемида была анонсирована правительством США в 2017 году. Проект предполагает по меньшей мере три этапа, причём старт первого из них запланирован на конец этого года. Он включает в себя облёт Луны беспилотным космическим аппаратом с последующим возвращением его на Землю. В рамках следующего этапа экипаж из четырёх астронавтов должен будет облететь Луну, не высаживаясь на неё. А третьим шагом, запланированным на 2024 год, станет высадка на поверхность спутника Земли четырёх астронавтов. Грядущую лунную миссию можно рассматривать как первый шаг к пилотируемому полёту на Марс. В рамках проекта Артемида будут испытаны в реальных условиях сверхтяжёлый ракетоноситель Super Heavy и космический корабль SpaceX Starship. Кроме того, планируется создание космической станции на окололунной орбите, которая может стать промежуточной платформой для полёта на Красную планету. В течение ближайшего года SpaceX должна будет провести несколько запусков своего корабля на высокие и низкие орбиты, чтобы отточить его конструкцию до совершенства. Это будут как плановые доставки грузов на МКС, так и операции по выведению на орбиту Земли спутников связи. В итоге Starship должен будет заменить используемые в настоящий момент Falcon 9 и Falcon Heavy. Космический корабль нового поколения сможет выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки за один полёт, при этом стоимость одного килограмма груза должна стать беспрецедентно низкой. Марс сближается с Землёй на минимальное расстояние один раз в два года. Очевидно, что именно такое положение планет является наиболее удобным и выгодным для перелёта между ними. Ближайший подобный момент произойдёт летом 2022 года. Тогда же запланирован запуск двух беспилотных грузовых ракет Красной планеты. Они пробудут в пути от нескольких месяцев до года и должны будут доставить на поверхность Марса около 100 тонн груза, энергоустановки, горнодобывающие оборудование, роботизированную технику и многое другое. Основной задачей этого этапа станет разведка местности, поиск водяного льда и подготовка инфраструктуры для будущих колонистов. Удалённо управляемая техника должна будет подготовить всё необходимое для безопасной посадки пилотируемых кораблей. Например, расчистить местность от мешающих обломков и провести геологическую разведку местности, чтобы найти лёд, который критически важен для выживания колонистов и развития поселения. Ведь вода не только жизненно необходимая для любой биологической жизни вещество, но и сырьё для реакции электролиза, с помощью которой можно получить кислород и водород. Первый необходим для дыхания и горения топлива. А второй в сочетании с углекислым газом может быть преобразован в метан, который послужит топливом для ракет. Следующий этап марсианской экспедиции намечен на 2024 год. Именно тогда Марс в очередной раз сблизится с Землёй на минимальное расстояние – около 57 миллионов километров. Всего планируется четыре запуска – два грузовых и два с астронавтами на борту. Корабли проведут в пути несколько месяцев и достигнут пункта назначения уже в следующем году. Вскоре после удаления от Земли их уже невозможно будет догнать. И в случае непредвиденной ситуации колонистам придётся полагаться только на свои силы. Несколько месяцев полёта в межпланетном пространстве – непростая задача. Перед конструкторами пилотируемых кораблей стоят сложные и важные задачи, ведь нужно не только максимально эффективно использовать доступное пространство модуля, но и сделать путешествие комфортным и безопасным. Ожидаемая численность экипажа составит несколько десятков человек. Для них будут предусмотрены как индивидуальные каюты, так и общие помещения, а также гимнастические залы для профилактики нежелательных изменений организма, вызванных долгим пребыванием в условиях невесомости. Кроме того, существенный объём внутреннего пространства корабля будет отведён под хранилища, различное оборудование и системы жизнеобеспечения. Важным моментом в межпланетном перелёте является защита от радиации. Так как большую часть полёта ракета будет направлена носом от Солнца, планируется расположить жилые отсеки в передней части корабля. Таким образом, хранилища и другие отсеки корабля, не предназначенные для постоянного нахождения людей, послужат щитом для экипажа, задержав и поглотив значительную часть губительной солнечной радиации. Главной задачей покорителей Красной планеты должна стать организация марсианской базы, пригодной для продолжительного проживания, в том числе, выращивание растений и наладка оборудования для производства кислорода и ракетного топлива. Звучит фантастично, но Илон Маск уверенно заявляет, что самое позднее к концу следующего десятилетия намерен основать на Марсе полноценную колонию, способную не только автономно существовать продолжительное время, но и успешно развиваться. Однако инопланетное поселение может столкнуться с неожиданными трудностями. Примером этого может послужить проект «Биосфера-2», который должен был в течение нескольких лет поддерживать сбалансированную биологическую систему под герметичным куполом. Данный эксперимент показал, что создание замкнутой экосистемы – крайне трудоемкий процесс, имеющий множество подводных камней. Экосистема, созданная в рамках проекта, не справилась со своими задачами. Она не смогла обеспечить поселенцев ни кислородом, ни достаточным количеством пищи. Еще одной опасностью является космическая радиация. Марс не имеет магнитного поля, защищающего поверхность от космических лучей, поэтому в конструкции базы необходимо предусмотреть радиационную защиту. Но даже с ней радиация представляет заметную угрозу для покорителей Марса. Она может привести к интоксикации и общему ослаблению организмов-поселенцев, а также к повышенному шансу инфекций и новообразований. Другим сложным моментом может стать психологическая совместимость колонистов. То, что в замкнутом сообществе неизбежно вспыхивают конфликты – хорошо изученное явление. В психологии оно известно, как эффект полярной станции и заключается в повышенной раздражительности членов замкнутой группы. Конфликты могут вспыхивать буквально на пустом месте и иметь серьезные последствия, вплоть до драк и телесных повреждений. Остается надеяться на то, что с этим неприятным явлением получится справиться. Вполне вероятно, что первые колонисты никогда не смогут вернуться домой. Грустно осознавать, но, скорее всего, освоение Марса не обойдется и без человеческих жертв. Тем не менее, Илон Маск обещал к 2050 году превратить марсианское поселение в настоящий инопланетный город. Этому должно поспособствовать развитие межпланетной транспортной системы, также заявленной в планах компании SpaceX. Получится ли это – пока неизвестно. Конечно, в настоящий момент слова о марсианском городе могут показаться фантастическим вымыслом. Но всего 100 или 50 лет назад многие повседневные для нас вещи казались людям уделом фантастики. Прогресс не стоит на месте, ученые и инженеры объявляют о новых открытиях и изобретениях каждый день. Поэтому шанс побывать на Марсе существует, если не для нас, то хотя бы для наших потомков. А насколько он велик, каждый решает для себя сам. И услышимся! Редактор субтитров А.Семкин